Американское судно Кэмп Рэй, на борту которого будет уничтожаться сирийское химическое оружие, проходит последние испытания. Первая партия отравляющих веществ из охваченной войной страны уже вывезена. О деталях этой беспрецедентной международной спецоперации сегодня рассказали в Российском Министерстве Обороны. До порта химоружие доставляли на российских военных грузовиках, а в море охранял атомный крейсер Пётр Великий. Алексей Баранов с подробностями. К этой крупномасштабной международной военно-транспортной операции подготовились в кратчайшие сроки. Полную безопасность при перевозке химического оружия из Сирии обеспечивает постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море. Штабной координационный центр международных сил развернули на борту тяжёлого атомного крейсера Пётр Великий. Сегодня с его борта командир группировки российских кораблей доложил министру обороны об успешном вывозе из Сирии первой партии химического оружия. Организован оперативный обмен информации между миссиями организации по запрещению химического оружия, организации объединённых наций на Кипре, Сирийской Арабской Республике и международными силами в море. Работой координационного центра руковожу лично. Специально оснащённое датское судно «Аркфутура», загруженное подлежащим ликвидацией сирийским химоружием, вышло из порта Латакия 7 января. Пётр Великий принял корабль под охрану ещё во время погрузки. Вместо выгрузки опасный арсенал российский флагман сопровождал вместе с китайским сторожевиком Янчень. Всё время пути корабли поддерживали непрерывную радиосвязь. Таким образом, впервые в истории было организовано взаимодействие между судами ВМФ России и Китая в ходе реальной военной операции. У нас на подходе к вам ещё одна группа кораблей. Надеемся, что они прибудут в срок и, естественно, окажут поддержку в выполнении задач, определённых президентом Российской Федерации по обеспечению безопасного вывоза химического оружия и его уничтожения из сил. Транспортировка химического оружия по территории Сирии в порт погрузки также осуществляется при помощи России. Для этой опасной операции в условиях продолжающегося в стране конфликта Министерство обороны России перебросило в Сирию 50 военных вездеходов КАМАЗ и 25 Куралов. Алексей Баранов, Михаил Артюхин и Михаил Емелин. Вести.